Дорог Пылающие очи В одерзком взгляде молодой моей борьбы Любовь, как гибель, как яд Переполняет чашу поступков в нем лет Бесшабашные затеи Уже давно не помню встречу нашу И как во сне теперь вечерние алли Все было так давно, а кажется, вчера Адреналиновые вены пульсировали Жаром И смерть была так не страшна Ведь зачарован был Хмельным угаром Следующая остановка Я сейчас эксистему поставил У меня была, у нас это не спешит На эпидемию На эпидемию Я тут продал Диоровскую На почти новую Погнали Пожалуйста Хмельным угаром Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть вся дорога у нас заняла Два С остановкой Два с небольшим часа Два часа 15 минут Проехали 25 километров Восход солнца через Два часа 40 Она всегда находится рядом Порой так близко Что чувствуешь ее дыхание И порой В минуты отчаяния Поворачиваешь к ней голову Но слышишь ее голос Нет Еще рано Так получается В жизни ты живешь в ожидании Конца школьного урока Или рабочего дня Начало выходных Или отпуска Ты говоришь себе Что я обязательно заберусь На эту гору Обязательно прочту эту книгу Обязательно закончу Это давно начатое дело Но не сейчас Потом И в минуты Когда она совсем рядом Понимаешь Что жил В ожидании только одного Смерти Этот сплав послужил Хорошим жизненным уроком Никогда не переоценивай Свои возможности В жизни Убирай тех В ком уверен Цени настоящее И помни Что завтра Может и не быть Что любая мелочь Просчет Халатные отношения Может принести беду В любой ситуации Умей совладать со своими эмоциями И контролируй свой разум И самое главное Никогда не сдавайся АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что хотим На какую-то гору Подняться Ну мы Во время спала Будем подниматься Там не горы Там скалы Далеко там Нет Надо Куда еще пачку Бутеры есть Тырм КВС А сколько пачек Я брал пачек 6-7 Аплодисменты Редактор субтитров Магазин встал? Здравствуйте, а зубная щетка у вас есть? Что? Зубная щетка? Есть, да. А сколько стоят? Здесь всякие 30 или 20 рублей. А мне самые дешевые. 19 рублей там есть какая-то. Желчто. Здравствуйте. 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 А вы откуда? Мы из Перми. Мы на Чикман поехали на сплав. Сплавляются? По нему не знаете? А сплавляться-то будете. Там ветрячка большая. Быстрая? Молодцы. Надеемся. Такая разруха. Да уж. Доживают последние десятилетия, по-моему, это все. Делаем. Поехали. 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 26. Вчера было. То есть за сегодня полотинник мы прошли. Это с учетом такого груза. И просто... И пусть в один конец билет. И пусть в кармане не гроша. И в прошлом оставляют родные города. И на вопросы ответа нет. Они уходят в дымке ночи горизонтов навсегда. Но знаю я, что впереди рассвет. Такой таинственный. Ведь в этот лет последний. Только не пропит. Вау! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Мы оказались в ледяной воде всего в двух метрах от берега но пристать к нему не получалось а из неопрена у нас были только носки мы грибли изо всех сил но сильное течение, тяжеленная байдарка двухметровое весло в руке препятствовали этому нас уносило все дальше и дальше от берега а река в этом месте была очень широкой все же с большим усилием нам удалось пристать к так называемому берегу Это была густая, затопленная водой поросль, через которую пройти-то трудно, а не то, что протащить байдарку. Глубина в этом месте была большая, мы не доставали дна. Время шло. Организм начинал сдаваться. Сознание плыло. Голос Дениса звучал эхом где-то далеко. Адская боль просто не давала сконцентрироваться. Пульс замедлялся. Сердце останавливалось. Переохлаждение. Хотелось бросить все и заснуть под шум воды. Накатывало отчаяние. Оставить байдарку и бежать в лес по пояс в воде. И что дальше? Через полчаса начнет темнеть. А фонарь, сухие вещи, еда, все в гермах. Гермы привязаны, и чтобы их отрезать, надо перевернуть байдарку. Каким-то чудом мы продвинулись еще на пару метров к берегу. Встали на стволы деревьев, согнув их под ногами, и из последних сил стали пытаться перевернуть байдарку. Со второй или третьей попытки мы это сделали. Она была полна воды. Но теперь хоть как-то можно было плыть и вообще выбраться из этой ледяной воды. Пальцы рук ломило. Боль была такой невыносимой, что я затолкал кисти в рот, чтобы согреть их. Она была. Денис утопил весло. Я отдал ему свое. Он стал осторожнее, выгребать сантиметр за сантиметром, когда ходили через полосы. Денис утопил весло. Продолжение следует... Стоп, 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 разворачивай ее, веслом подглевай справа, назад, давай еще чуть-чуть, стоп, 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 хорош, стоп. Стоп, 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 стоп. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok